Здравствуйте! Я снова в научном зале имени Вячеслава Селча Иванова, Библиотеки иностранной литературы. Сегодня я хотела бы вам рассказать о совершенно разных подходах к квантовому клонированию и к обычному клонированию человека с помощью молекулярной генетики. И о сложностях, которые там могут возникнуть. Во-первых, почему невозможно квантовое клонирование, очень подробно объяснил Алексей Семехатов. А вот о сложностях при молекулярном клонировании здесь всё гораздо проще. Потому что получается просто физическая копия, а ещё раз скажу, что душа, сознание, мозг не передаются. И это тоже есть в основе именно квантового клонирования. И вот это понятие «человек с мозгом» возникло после того, как создатель, в общем-то, убрал неандертальцев. Понятно, что труд не превратил обезьяну в человека и, в принципе, не может превратить. Потому что, ещё раз скажу, что сознание, мозг, ум не передаются. Это и есть совершенно другая картина мира. И вот с созданием умных машин, искусственного интеллекта появилась возможность, о которой в 1981 году сказал Фрэнсис Крик методом молекулярной психологии. Да, методом молекулярной психологии можно загрузить в мозг программу, которая может быть любой. Но если делается клон с человека, то, наверное, имеет смысл загрузить в него программу именно этого человека. Ну, во всяком случае, ну, приблизительно похожий, максимально похожий. В принципе, можно загрузить программу мозга любого человека. Например, мы создаём клон. Ну, клон, ну, кого? Ну, кого, например? Ну, хорошо, клон... Ну, всем, наверное, так понравится. Клон Сталина, и в него загрузим мозг, программу мозга, ну, совершенно какого-то вот противоположного ему человека. Ну, какого человека? Ну, подумайте сами, противоположного. Вот. Ну, Бенедикта XV. Причём он был и говорил бы на языке оригинала того. Ну, с программой мозга Бенедикта XV. То есть возможности совершенно широчайшие. То есть программа мозга и физический клон, они могут быть совершенно разными. Вы понимаете? Физическая копия от одного, а программа мозга от другого человека. Да хоть женщина может быть, например, в клоне Сталина. Сара Бернар. Я не шучу. Я говорю о возможностях науки. Вот здесь, в научном зале, вот есть чудесная книга. Тюринга может ли машина мыслить? Вы понимаете, это было... Она написана более 70 лет назад. Вот. А вот книга «Компьютер и мозг. Новые технологии». Издательство «Наука» 2005 года. Вот посмотрите. Клюжев, Талалаев, Лисицкий. О чём написали? Основные современные проблемы психофизиологического обеспечения боеспособности российской армии. Ну, я думаю, что методом молекулярной психологии, а также, смотрите, психофизиологические особенности психогенных расстройств, у военнослужащих. И чем их можно убрать? Волновым психотропом. Ну, вот об этом великий стенд, который своим главным учителем считал Владимира Энгельгарта. Вот так почти полвека назад писал о мозге. Мозг. Но даже после того, как будет решена загадка эмбриона и механизм референциального выражения генома эукариот будет полностью раскрыт, останется ещё одно важнейшее биологическое явление, для которого пока что нельзя даже вообразить сколько-нибудь правдоподобных молекулярных механизмов. Это мозг. Фантастические свойства мозга по-прежнему представляют собой такую же безнадёжную, трудную проблему, какой казались механизмы наследственности прошлому поколению. Вот об этом самом и так же говорил именно в это же время Фрэнсис Криек. И я неоднократно приводила его эти слова. Да. И, конечно, с мозгом связан самый древний знаменитый парадокс в истории человеческой мысли. Вопрос о взаимоотношении материи и сознании. Не исключено, что в ближайшие годы в авангарде биологических исследований будут идти не генетики, а исследователи нервной системы. Безусловно. Так оно и получилось. Потому что с генетикой, простите, всё уже было решено. И действительно создать клона из мыши, из слона, из человека, ну нет никаких проблем. И я ещё раз напомню, как в 2001 году Госдума принимала вот постановление о временном запрете на клонирование человека. Ещё раз скажу, это был 2001 год. Я зачитывала эту главу на YouTube. И я закончу именно вот такими ключевыми словами. Нильс Боор закончил свою лекцию «Свет и жизнь» следующей фразой. Не вдаваясь в метафизические спекуляции, я хотел бы добавить, что любой анализ самой концепции объяснение будет естественно начинаться и кончаться отказом объяснить нашу собственную сознательную активность. Тогда возможно, что другой закон, который не смогла открыть молекулярная генетика, состоит в следующем. Существуют биологические процессы, которые, хотя и подчиняются законам физики, никогда не будут объяснены. Вот об этом, обо всём и говорил Алексей Семехатов. Слушайте его. Там всё понятно и за что, конечно, благодарность Алексею. Вот эта книга, стенд, календар, молекулярная генетика. Вот 1981 году была издана. Я заканчиваю. вам рассказывать о клонировании. О простом клонировании, которое абсолютно давно разработано. И о невозможном квантовом клонировании, о котором говорил Алексей Семехатов. До встречи! лекарств И очень